Программа «Отновый бизнес» снова в эфире. Напоминаю, сегодня у нас в гостях талантливая пианистка, руководитель Центра обучения игры на фортепиано «Пиано Уэлл» Анжела Павлова. Анжела, а вот эта методика обучения игры на фортепиано, это ваша авторская разработка? Да. А вы её как-то патентовали? Ну, вы знаете, насколько я знаю, законодательством у нас на авторское право уже автоматически... Ой, на продукции авторское право уже автоматически накладывается. Я помню, что когда я создала фильм два года назад, я думала, ёлки, а вдруг там что-то, что-то, кто-то. Я позвонила тогда, мне сказали, что, ну, вы знаете, если что-то сделают, то только книгу напишут. Говорят, пишите книгу, тогда книгу никто не напишет. Вот, а сейчас как раз ещё и учебники создались, поэтому, я думаю, никто уже не будет плагиатом заниматься. Ну, вы же наверняка как-то мониторите, наверное, вот тех людей, которые занимаются преподаванием игры на фортепиано. Никогда не было таких случаев, что, ага, вот это я где-то уже видела, так это же я сама придумала. Не было таких случаев? Пока не было, не было. А вообще, насколько, ну, я не знаю, сильна, что ли, велика конкуренция в этом, если это можно назвать сегментом рынка? Вообще, много репетиторов сейчас в Москве? Сейчас много репетиторов, но я их все вижу на примерно одном уровне. Как бы вот они там то-то-то, но они все примерно об одном и том же говорят, понимаете? Мне, я считаю, пока сейчас нет конкуренции, это как раз хорошо. С какого возраста? Вообще идеально с шести. Вот дети, сколько у меня было, они все с огромным интересом и с большими результатами проходили систему. Мне просто самой, мне очень было приятно. То есть, действительно, потрясающие вещи. Ну, вам самой нравится с детьми работать, да? Кстати, вот по поводу детей, все-таки многие родители, они как-то, ну, вроде как государственная музыкальная школа, а тут, ну, фактически, вы, конечно, не обижаетесь, но как бы альтернативное образование получается у вас, да? Альтернативное музыкальное образование. Родители доверяют вот вашей методике? Сталкивалась несколько раз вот именно взаимопонимание с педагогом этого ребенка. Потому что родители, они, ну, даже если они не музыканты, они просто сидят, слушают, задают вопросы. Если они видят результаты, они идут дальше, так? У меня было несколько случаев, когда проходили курс, я видела потрясающие результаты, да и сам ребенок, он просто оживал, вот он приходил на первый урок, он сидел вот так. То есть, видно, что он выполняет чьи-то указания, что не он сам играет и как бы реализует всю свою фантазию, все свое воображение детское огромное, а что он думает так, вот здесь надо так сыграть, здесь потише, погромче, чтобы все было, как мне сказали. Он проходит мой курс, это играет абсолютно взрослый ребенок. Ему нравится, мало того, что у него все звучит и так далее, уже технические моменты, все грамотно. Ему самому очень нравится, он со всеми другими глазами даже смотрит на педагога, который ему что-то говорит. Так вот, он почти доходит до конца курса, приходит к своему педагогу. Но педагог видит, естественно, другой почерк, не свой, даже если это почерк не мой, а ребенка. И он говорит так, не пойдет. Я главный, ты играешь, как я, сказал. И родители, вот мне это не очень нравится, они, естественно, идут к привычному. То есть они отказываются от того, чего ребенок достиг, чтобы оставаться в той же ДМШ и сохранить хорошее отношение с этим педагогом. Вот с этим я сталкивалась. С родителями так вроде все нормально было. Самое главное. Ну да, бывают такие педагоги, не знаю, они почему-то пытаются сделать из детишек, которые приходят в музыкальную школу, целый отряд каких-то лавянных солдатиков. Таких, бесталанных причем. Чем принципиально отличаются у вас занятия в вашей школе от занятий в обычной музыкальной школе? Качеством, качеством, потому что в обычных школах делают упор на количество. За неделю выучим мне это и это, сыграем мне в таких-то темпах, ну и максимум уже там вверхи, а вот здесь потише, здесь погромче, здесь помягче, здесь покрасивее. Вот, и, ну и все. Собственно, никто не учит самостоятельно правильно заниматься. Это еще одно большое достоинство моей системы, что она учит самостоятельно заниматься человека, что он не привязан постоянно к педагогу. Что он, допустим, прошел курс и он научился самостоятельно все правильно делать. В школах этого нет. Скажите, ну вот, вроде как кризис, и если люди платят за образование, то, как правило, за то образование, то есть они вкладывают деньги в себя. Они сейчас получают знания для того, чтобы потом получить инвестиции. Почему платят сейчас в кризис деньги вам? Из этого образования они не смогут извлечь какую-то пользу материальную, не смогут вернуть эти деньги. То есть, скажем, в связи с кризиса не пропало людей, интерес получать образование ради удовольствия. Нет, ну начнем с того, что, во-первых, если любитель идет, он, это не инвестиция денег, он этим не будет зарабатывать. Да, я об этом говорю. А если мы говорим о профессионалах, то они, соответственно, эти знания, которые получают, эти навыки, они потом могут на конкурсы ездить, на концерты выступать и играть намного лучше, чем другие. А вы с профессионалом тоже работаете, вы их учите? Да, да. В том числе? Ну да, в первую очередь. Вот академическое искусство и классическая музыка, та, которую вы учите, вот в этом есть что-то необычное для того, чтобы на выступление в день города это было интересно и как-то вот оригинально? А что значит, по-вашему, интересно, оригинально? Он будет играть в качестве, в качестве, в качестве. Да, это, но ведь, извините, господин Кисин и тот же, да, не знаю, кого угодно можно назвать, Петров и так далее, они же, да, не виртуозы, но у них есть подача, у них есть, там, полизма, не тянет, да, почерк, да, все что угодно. Ну, в том-то и дело, что моя система, она в первую очередь раскрывает твое «я», ты становишься творцом, я уже говорила, ты не просто подражаешь педагогам, это даже у студентов консерватории есть, только может быть в более тонкой форме. Вот, что, и поэтому появляется свой почерк, своя уверенность на сцене, потому что, как правило, слушать сложно человека такого, который заученные слова чьи-то передает и которому неудобно на сцене сидеть, как будто его вытолкнули туда и ощущение, что, ну, очередной. Вот, а когда ты действительно хочешь, когда у тебя есть все инструменты, и ты чувствуешь удовлетворение, потому что ты на сто процентов выкладываешь, что у тебя все получается, и тебе это нравится, ты хочешь еще, вот, может быть, тогда и появляется эта искра, которая слышит, которая передается слушать, представляет это общение. Ну, тут энергетика начинает вот сонтанировать из человека, приоритет правильно, то есть. Да. Поэтому, поэтому Кисин, поэтому Мацулев. Поэтому их и прет. Скажите, а у кого-то из ваших учеников больше остальных? Что-то какого-то слова так представить. Да, почему? Это очень современный, так сказать, фронологизм. Кто, у вас есть какие-то талантливые там ученики, может быть, звезды уже? Нет, ну, какие звезды? Мне всего два года. Небольшие. Даже, может быть, год обо мне так широко знает. Ну, может быть, уже кто-то каких-то достиг успехов, хотя бы, даже вот на уровне музыкальной школы, может, там, я не знаю, Чайковского, вот, там, какие-то граммы, чего себе Чайковского. Нет, 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 на это нужно время. Я когда-то первое место занял на конкурсе Чайковского, извините, похвалился так. На чем вы играли? На фортепиано. Вы? Да. Уже, мои дамы, господа, мы как раз обсудим, обсудим перипетии моей биографии во время перерыва. Тем более у нас уже, вот мне редактор подсказывает, остается буквально 30 секунд до того момента, когда наши коллеги с Первого канала «Бизнеса» тоже возьмут себе кусочек эфира, потому что им тоже есть что интересного рассказать. Да, мы займемся от Феджи, но я понимаю. Да, и я предлагаю сейчас ненадолго прерваться. Я напомню, у нас в гостях руководитель Центра обучения игры на фортепиано Анжела Павлова. Сегодня мы говорим о прекрасном, о музыке, но через несколько минут после перерыва мы этот разговор продолжим, поэтому оставайтесь с нами и возвращайтесь вместе с нами в студию программы «Окно в бизнес». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова